Какая в Украине ответственность за жестокое обращение с животными? Наказывают ли тех, кто разбрасывает на улицах яд для собак? Об этом смотрите в программе «5 вопросов на злобу дня». Я Олег Борисов. Здравствуйте. Продолжение следует. Сейчас начнем с первого вопроса от нашего зрителя нашему гостю. Внимание на экран. Как очистить город от такого действия? Вам слово, пожалуйста. Да, к сожалению, такие случаи – это типичные случаи, когда домашние животные гибнут в результате отравления, когда они подбирают корм прямо на улице. Или же эти действия происходят в результате умышленного действия соседей, обиженных каких-то лиц или еще подобных случаях. Конечно, нужно сказать, что ответственность должна наступать. Она должна наступать за жестокое обращение с животными. Конкретно в этом случае, я не знаю, есть еще случай, когда проводится так называемая дератизация, то есть борьба органов местного самоуправления с грызунами и так далее. На практике это выглядит как разбрасывание яда с целью регулирования количества грызунов, тех же крыс и так далее. И, к сожалению, в таких случаях страдают собаки, коты и бездомные животные, те же бездомные собаки. И когда же имеет случай жестокого обращения умышленного, конечно, тут должна наступать ответственность. В подобных случаях обязательно нужно вызывать полицию. Полиция должна реагировать на такие случаи, поскольку у нас предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными. Чтобы обывателю достаточно знать такие азы, которые должен знать вообще любой гражданин, это то, что ответственность за жестокое обращение с животными основных двух видов. Это административная, она предусмотрена статьей 89, она называется жестокое обращение с животными. И уголовная, она также называется жестокое обращение с животными. Разница, чтобы понимал обыватель, заключается в том, что для наступления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными необходимо, чтобы настали последствия в виде смерти или количества животного, то есть увечья животного, то есть утрата органа или его функций, тогда наступает уголовная ответственность. В случае причинения боли животному или страданий или ненадлежащего его содержания, тогда наступает административная ответственность, предусмотренная статьей 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В любом случае. Да, разрешите добавить. Кстати, вот вы сейчас говорите, очень интересно узнать мнение наших зрителей касательно того, как они борются с такими, ну если можно их назвать, живодерами или людьми, которые умышленно разбрасывают яд или калечат животных. Бывали ли в вашем городе такие ситуации, бывали ли такие случаи, как вы с этим боретесь? То есть, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube канал, там в комментариях пишите, а мы обязательно все это озвучим в эфире. Константин, в продолжение этой темы давайте четко, по порядку, юридически правильно сформулируем действия. Потому что, например, я лично знаю, что вот, например, мой сосед разбрасывает яд, травит таким образом кошек, животных. Для примера. Но, вызывая полицию, я же должен апеллировать какими-то фактами, доказательствами, что важно делать людям, которые хотят вызвать полицию, пожаловаться на того или иного человека, которого подозревают в том, что он травит собак или кошек. Что нужно сделать, чтобы в суде эта тема, это дело не заглохла? Значит, первое, что нужно сделать, это вызвать полицию, обратиться с устной или письменным заявлением о совершении уголовного правонарушения, факта жестокого обращения с животными. Полиция обязана принять заявление, патрульная полиция, когда выезжает на вызов, она должна принять, выдать талон по уведомлению, который свидетельствует о регистрации обращения. На протяжении суток должно быть зарегистрировано уголовное производство, если есть достаточно доказательств того, что действительно совершено уголовное преступление, если действительно настала смерть или увечья животного, если они налицо. В случае отравления, на что нужно обратить внимание? Нужно обязательно настаивать на том, чтобы, если настала смерть собаки или кота, нужно настаивать на проведении назначений и экспертизы. Экспертиза обязательно должна быть проведена, судебно-ветеринарная экспертиза, с целью установления причин смерти собаки или кота или домашнего животного. Потому что без этого доказательства доказать что-либо в будущем будет невозможным ни в суде, ни на стадии досудебного следствия. И привлечь, соответственно, любое лицо без этого документа не получится, потому что со стороны виновного лица, скорее всего, будет сказано, там умерла от чумки, там съела крысиный яд сама или что-либо еще. Экспертиза должна установить, каким веществом была отравлена собака, когда наступила ее смерть, сколько она этого съела вещества. И если его остались остатки, полиция должна изъять эти остатки, упаковать, составить протокол осмотра места происшествия, которым зафиксировать все, что они увидят в момент прибытия на место происшествия. И обязательно поместить тело животного в условия, которые будут, грубо говоря, в холодильник. Потому что в последующем пока будет назначена экспертиза. И если этого не сделать, к сожалению, утрачивается возможность проведения экспертизы и установления причин смерти животного. Константин, позвольте уточнение. Очень много таких случаев бывало и есть, к сожалению, происходят. Но, как показывает практика, оно в судах где-то там потом забывается, не хватает доказательств и так далее. Расскажите, пожалуйста, по статистике, как много людей наказал суд и привлек к ответственности из-за их жестокого поведения с животными? Как часто все-таки получаются такие результаты? Ну, я должен сказать, что фактов привлечения людей к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными – это сотни-сотни случаев. Но есть некоторая специфика. Факты отравлений, именно когда жестокое обращение с животными путем их отравления, доказать чрезвычайно тяжело. Почему? Потому что, во-первых, нужно доказать, что именно кто именно бросил яд. То есть должно быть видеозапись или свидетельские показания очевидцев, что кто это сделал. Во-вторых, нужно установить, какой яд был применен в данном случае. Что тоже сложно, потому что в Украине очень мало организаций, вернее, таких институтов или судебно-медицинских, которые могут сделать экспертизу судебно-ветеринарной труппы собаки. Это Харьков, это Киев. В случае отравления, мне неизвестны случаи привлечения к уголовной ответственности в случае отравления животного. Был один случай, когда даже камеры наружного наблюдения зарегистрировали, как человек умышленно подъехал на машине и отравил собаку своего соседа. Но, опять же, видно, что он делает, видно, что он бросает, есть свидетельские показания, что с собакой после этого происходит. Можно провести экспертизу, но доказать, что именно от того, что он бросил, не еду, а яд, очень тяжело доказать. Но вот здесь и загвоздка, в этом и есть трудности и юридические привлечения к ответственности. Есть, есть. Здесь в этой категории дел вообще очень много всяких, скажем так, особенностей. Даже вот бывают случаи, когда в сельской местности, в отдаленных районах полицейские, приезжая, даже не знают, что существует такая ответственность за жестокое обращение, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Не всегда они проводят надлежащее документирование таких фактов, считая, что это административная ответственность и как бы не всегда надлежащее отношение со стороны правоохранительных органов к таким случаям, не надлежащее внимание, не надлежащая компетентность. Но, тем не менее, фактов жестокого обращения с животными много, и много из них доведены до суда, и по ним есть приговор. В любом случае, все, что мы сейчас сможем сделать с экранов телевизоров, это призвать быть добрее к нашим собратьям младшим, ну и, конечно же, поменьше таких уголовных дел и поменьше жестокости. Спасибо вам большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру об ответственности за жестокое обращение с животными, говорили с адвокатом Константином Гаевичем. Хотите оперативно получить важные новости, тогда подписывайтесь на наш YouTube-канал, Facebook-страничку и Telegram-канал. Там очень много полезной информации для вас. Спасибо, что доверяете и помните, Украина – наш дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова